...за права свободы творчества, что-то еще, в городе. Он этого не может делать. Он может делать, но он не может это делать, потому что это вступить в конфликт с другими участниками этой вертикали. Потому что это вопрос выбора. Когда мы говорим о ЗАГС-собрании, там другое. ЗАГС-собрание, фракция оппозиционная, она не обязана, и не надо с кем ничего там, с кем взаимодействовать, они выступают со своими инициативами и добиваются, чтобы инициативы были приняты. Поэтому там для профессиональной деятельности гораздо больше пространства. И там иметь, скажем так, фракцию, и начинать проводить свои инициативы через ЗАГС-собрание или через Совет городской, сегодня в этих условиях, это более, скажем так, перспективный путь. Потом уже, имея поддержку ЗАГС-собрание, можно говорить о губернаторстве и ОМС, для того, чтобы опираться на естественные ресурсы. А так, значит, у нас примеры, что в других же городах тоже есть. Избираются даже вопреки воле власти. Избираются люди, а потом, раз, ничего не могут. Поэтому все это вот системно потихоньку должно двигаться. Какие партии собираются? Понятно, с какими-то другими партиями. Помимо своей гражданской платформы, гражданской платформы, вот она все перекосила быть, а в какой-то оппозиционный, да. И не собираемся. Есть такие партии? Нет, осталось только я, все, больше таких меряний. Нет, они же, мы их приглашали, они приходили на наши совещания. В Москве, когда проводили совещание, по-моему, ранее, коррекции, они приходили на наши совещания. Почему? Вообще нет ответа. Нет, ну я даже сказал, почему, как я так говорю, потому что есть зависимость. Есть зависимость, и нельзя только решаться. А это им угрожает. Если будете с парламентом соединяться, решить вообще. Ну вот, в самом начале, когда только глава, называют эти диагностики, вы давали, что реальности, и все детства, и все, что мы получили два тренинга. Вы очень согласны, что я говорю, я все, что мы делали. Да, ну, то именно так, реально. Насколько два тренинга, да, это подобие ущества, какие у вас есть? Ну, это уже право, и, кстати, усказал. Спасибо.